ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ 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 ЧЕРНОМ ЧЕРНОМРСКИЙ ФЛОТ 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 сирп, как будто незамечаемые. Тем временем командование НАТО приняло решение отправить к берегам Грузии усиленную группировку своих военных кораблей. Якобы американские военные корабли пришли в Грузию с гуманитарной помощью. На палубе демонстративно выложены коробки с минеральной водой, памперсами, туалетной бумагой. Американцы должны были зайти в поте и там разгрузиться. Но по одной из версий они отказались от этого, поскольку у причала в поте находятся взорванные и затопленные военные грузинские катера. И натовцы решили не рисковать, ушли в Батуми. Вот они не зашли в поте. Все спрашивают, волнуются, почему изменили порт на Батуми. И в чем причина? Ни один американский командир не ошвартуется к плавпричалу типа ПМ-61, который имеет только три секции, то есть длина 108 метров всего. Там тяжелейшие условия. Американский флот не привык находиться в таких условиях базирования. Они арендуют шестой флот, причалы в Неаполе, а там поставят один-два эсминца. Они иллюминацию поднимут и обозначают присутствие и праздник. Вот и все. А наши сразу или мордой в причал, или рядом. Своим ходом, своими турбинами, как положено. Вот сейчас в Черном море появилось несколько кораблей, принадлежащих Союзу НАТО. Как вы считаете, насколько серьезна эта группировка и что это означает для нас? Грузия рассматривалась Вашингтоном, имея таких две стратегических цели. Первая цель – постоянно поддерживать конфликтные ситуации на Кавказе. И вторая задача – это площадка. Грузия рассматривалась как плацдарм для развязывания войны с Ираном. Если с аэродрома в Грузии поднять авиацию, и она будет, разумеется, лететь над этими хребтами, то средства наблюдения ПВО за воздушным пространством, они ее из-за этих хребтов не обнаружат. И подлетное время к рубежу применения пуска ракет с авиацией будет не более двух минут. Потому что за две минуты среагировать, да еще при применении определенного радиоэлектронного противодействия, практически невозможно отразить этот удар. И таким образом, две таких вот стратегических крупных задачи. Теперь Саакашвили это сорвал. Он ведь сорвал план. То, что он развязал вот это побоище мирного населения, он раскрыл этот план. Теперь он не может состояться, по крайней мере, в назначенное ими время. С точки зрения военной, глупости больше не придумаешь. Ну, группировка, которая там собралась, посмотрел я на эти кораблики. Там, как в новом ковчеге, каждый тварь попаривает. Допустим, из Миницы фрегат Соединенных Штатов. Ну, хорошо, несет он гарпоны. У одного 16, у второго 8. Это сейчас надо показать, что вот они не бросают Грузию. Теперь, если обратить внимание, все корабли старых типов полноценную какую-то ударную группировку слепить со всей этой кампанией не получится. И когда вот вы меня спрашиваете, а как Черноморский флот и прочее, то я вот вам и скажу, вот полноценная ударная группа, эффективная, это крейсер «Москва» и 34 наших ракетных катера. И в течение 20 минут, если посчитать, от этой группировки, что вошла, ничего не останется. Единственное, что надо сделать, в тактическом отношении, правильно построить эту ударную группу. Военные корабли США, Польша, Испания и Германии. Они могут вести стратегическую электронную разведку и управлять различными операциями. На их борту имеются крылатые ракеты, радиус действия которых охватывает не только весь Кавказ, но они могут достать и до Москвы. Они создают реальную угрозу нашей безопасности. По словам военных моряков, средства поражения Черноморского флота, ракеты «Вулкан», «Малахит», «Москит» и другие, превосходят западные аналоги. Но мы отстаем в средствах радиоэлектронной защиты и в постановке помех. Над этим надо думать. Этот конфликт еще раз показал, как важно сохранить российское присутствие в Севастополе, потому что именно эта база Черноморского флота имеет выход в Болгарии, Турции, Грузии и обеспечивает контроль над Черным морем. Недаром еще князь Григорий Потемкин говорил, кто владеет Севастополем, тот владеет Черным морем.